Здравствуйте, дорогие друзья! Так получилось, что вязал я вот такие вот мушки, сейчас на уклейку, густеру, красноперку, как вы видите, вот такая вот мелочь пузатая. И по вашей просьбе, многочисленной, я сделаю фильм. Заодно для определенных своих друзей я покажу, как еще пользоваться разными узловязами. Тоже была маленькая просьба. Вот смотрите, видите, эта мушка изготовлена на крючке номер 16. Вот уже гораздо мельче, которые такие же мушки можно изловчиться, изготовить на 18 номере. Скажу вам сразу, что 16-18 номер работает великолепно, можно сильно голову и себе не забивать. Но если вы хотите немножечко помучиться и есть определенные навыки, то, пожалуйста, можно изготовить и на 18 номере. Значит, что мне здесь больше всего понравилось, я сам даже был удивлен. Значит, давайте по порядку. Я беру крючок-хоппер по форме. Понятно, видно. Значит, это Тимка 200Р. Или же вот, как я обычно всегда пользуюсь крючками фирмы Strike. У меня они здесь разные, начиная от 8 номера и заканчивая 18 на разное изделие. Связать можно также эту мушку и на прямом крючке, но обязательно, чтобы было достаточное место для тела и обязательно, чтобы был крючок 16 номер. Также можно, ну вот у меня сейчас под руками здесь десятка, можно изготовить и на цешке, гамакатсу. Давайте приступим. Простой, обыкновенный крючок, без всяких там заморочек, нитка. Самое главное и самое важное, это для того, чтобы была у вас черная. У меня имеется всевозможный искусственный шелк, но вот мне было, как говорится, не было мне смысла и на таком крючке, вы сами видите, мотать тело вот такой шелковой ниткой, ну, вышло бы достаточно толстое и жирное. Оно не годится. На пряди распускается очень-очень плохо. Поэтому я поэкспериментировал и вышло, как вы видите, не хуже. Обыкновенная вот такая стрейчевая, у меня даже нить черного цвета, она может быть блестящей, не блестящей, большого значения не имеет. Почему? Потому что после этого мы потом с вами это все немножечко добавим капельку лака, и у нас с вами выйдет достаточно симпатичное тело, которое вы видели. Давайте приступим. Крепим нить, как обычно, пару витков вперед-назад, закрепили. Остаток нити я отрезаю. Стараемся так, чтобы еще немаловажный момент, чтобы пальцы не были шершавыми, потому что нитка очень тонкая, работа, в принципе-то, достаточно миниатюрная. И желательно, чтобы не было вот разных там ворсинок и всего-всего остального. Но если они есть, я потом просто покажу, как это все исправить. Теперь нам понадобится вот такой перламутровый люрекс. У меня, к сожалению, бумажечка от него вот осталась. Это вот такой от фирмы Hens. Обязательно код должен соответствовать, потому что другой оттенок практически такой же перламутровый, но, допустим, не 13-й код, а 0,1 или там 9-й. Он тоже перламутровый, но совсем по-другому себя ведет. Вот так он приблизительно выглядит. Закрепим буквально за кончик. Я креплю от середины, потому что желательно, чтобы был у меня переход плавный моего тела. И теперь удерживаем натяжку, стараемся так, чтобы у меня сверху находился люрекс. Ну, будем говорить так, это не является основным вот именно так. Как вам будет удобно, ну, я привык люрекс крепить сверху. Дошел немножко, вот буквально до загиба. После этого я беру, работа, конечно, долгая, нудная, ставлю в удобное положение. И на просвет, на белый лист у меня лежит на столе, я стараюсь вот изготовить небольшое такое утолщение по всему телу. Не старайтесь сильно ее делать жирной, потому что у нас еще сверху будет ложиться лак. И за счет этого вес мушки у нас немножко увеличится. И получится так, что она вместо того, чтобы немножко плавала, она у нас начнет с вами тонуть. Что не совсем для нас хорошо. Хотя тоже работает и сразу, когда начинает тонуть. Потому что есть такие мушки, это из семейства паучки, которые просто-напросто, они все у нас или плавающие, или тонущие. Один и тот же тип изготовления. Опушечка из пера, тело небольшое и все. Значит, я пользуюсь своим обыкновенным вот таким узловязом. Узловязом. Вдруг меня попросил купить узловяз. Я вот приобрел. Но, как вы можете обратить внимание, сейчас я попробую немножечко удалить. Как вы можете обратить внимание, у них немножечко разная конструкция. У меня получается более жесткая. Здесь же получается вот крючок, который движется, из которого надо сбрасывать нитку. Если я вот покажу, допустим, на своем узловязе. В книжке, в третьей, я все описал, как пользоваться узловязом. Берем нитку, кладу его сверху, цепляю крючочком и цепляю за вот этот выступ. Делаю вот такой вот треугольничек в сторону того места, где мы будем с вами делать завершающий узел. Если у нас, вот допустим, получается так, что нитка туда-сюда ползет, что я делаю? Я делаю вот такое вот движение прямо на нитке. Вот у меня, видите, узелок появился. Вот такой, который маленький полуузел движется по нитке. Я его направляю в то место, где мне нужно. Это вот тогда, когда, допустим, вы очень мелкие мушки вяжете, и очень сложно вам сразу сделать пару витков, нитка куда-то вам вечно уползает. Так, как вы видите, вот она стоит. Никуда у меня с того места, где я ее привязал, не происходит. Ну, два-три, мне не нужно здесь делать утолщение, так как мы здесь будем вязать. И вот я сбросил с этой части и держу нитку, натянутую на крючке. Теперь убираю с крючка и подтягиваю нитку. Это работает вот с такой формы моего узловяза. Этот достаточно универсален, очень хорош тем, что здесь имеется, как вы видите, вот этот выступ в книжке я написал. Здесь очень удобно, когда вы вяжете, допустим, вот узел, то можно кладется на цевьё возле головки, и вы перо, получается, удерживаете, отталкиваете вот именно этим крючочком, что очень-очень-очень удобно. Ну, я редко пользуюсь обычно, я, если мне нужно, я применяю другие приспособления, как здесь. Принцип зарядки, как я её называю, одинаковый. Также кладём сверху, вот, сделали наш треугольник, и теперь те же самые одинаковые движения, которые вот мы с вами выполняли по цевью. Сейчас я немножечко уведу другую точку поближе. Подтянем, чтобы был поближе, не нужно, чтобы он у нас гулял. Как вы видите, вот он здесь у нас на цевье нормально работает. Теперь, особенно здесь следующее, нам нужно сбросить крючок. Сбросили. Видите, вот у нас эта пружинка, которая держит наш узел. Здесь совсем обратная последовательность. И теперь мы сбрасываем с нашего крючка. Всё, подтянули. Только лишь вот это. Ещё что я хочу сказать. Бывают узловязы для левой руки и для правой руки. То есть правша-левша, если правильно выразиться. Крючочек этот уже расположен будет в зеркальном отражении, так как вы все узлы делаете на себя у левши. Идём дальше. Теперь что мы делаем? Я, как вы видите, ставлю в очень удобное положение для себя крючок. Обязательно вот наклоняю его так, чтобы он у меня находился вот в такой плоскости. Это нужно для того, чтобы у меня люрекс, который я буду наматывать, никуда не полз. И обороты моего люрекса выглядели симметрично и более-менее красиво. Я делаю обязательно, можете делать, можете нет, пару-тройку оборотов по голому крючку. И теперь, как вы видите, один оборот, на всю длину второй. И стараемся... Можно использовать функцию ротори, но я не применяю её, потому что гораздо аккуратнее получается вот при выполнении. Таким способом дошли. Сделаем один полный оборот. Теперь здесь я люрекс желательно нам закрепить замочком. Перекидываю через люрекс катушку. И вот мы его уже закрепили. Буквально пару-тройку промотали оборотов и удаляем. Годится. Делаем завершающий узел. Если вы работаете дальше и будете ждать, то можно узел не делать, так как у нас получается лишнее... Вот видите, как раз хорошо и вышла та ситуация, о которой я говорил. Лохматость нитки появилась. Ну, стречевая нитка, она сама по себе такая. Не очень хорошая в работе, но для вязания она очень-очень подходит. Вот, как вы видите, у меня появилась небольшая лохматость. Что я делаю? Я беру зажигалку. Старайтесь не спалить люрекс. Вот таким буквально парочку движениями. Всё, у меня уже абсолютно хорошая, чистая моя мушка. Теперь нам понадобится лак не для ногтей. Нужен лак-клей глубокого проникновения, так как вот они всегда есть. У меня есть разные лаки вот и такой фирмы. Он более густой. Есть и виньяр, есть. В основном я пользуюсь, вот как вы видите, лак-клей хендесовский, прозрачный. Обязательно поставим немножечко в удобное положение, так как лак обязательно стремится затечь в наши губки. Что я делаю? Я здесь себе изготовил кисточку. Лишнее мы убираем. И вот такими вот движениями, как бы одев нашу кисточку на... наше намотанное тело. Всё. Нанесли. Не стремитесь наносить очень много. Будут пузырьки воздуха, будут неровности, будут плыть обязательно наш лак. Вот. Всё. Оставили. Теперь что мы делаем? Я беру. Я уже подготовил заранее, чтобы мы не ждали два. Раза это точно нужно будет наносить. Я убираю, так как я заранее уже подготовил, чтобы не тратить время. Зажимаю в пинцет и ставлю его на сушку. Вот наше тело уже готово. Выглядит оно, вот как вы видите, вот так, достаточно симпатично, привлекательно. Что нужно? Вот здесь можно использовать нить или чёрную, или коричневую. Ну, так как у меня, допустим, имеется нить, она очень-очень тонкая. Просто насколько вот я мог, я для таких целей изготовил, распустил себе нить. Закрепили её. Где-то приблизительно, вот, ещё тоньше, стандартной 0,05, может быть, 0,0,25, может, 0,0,15. Не буду сейчас утверждать, потому что этим я замерами занимался давно. Беру обыкновенный чёрный перманентный маркер. И подкрашиваю свою нить. В дальнейшем желательно, чтобы была чёрная нитка. Теперь, я в стандартной мушке, если мы её изготавливаем на 14 номере, я использую обычно перо павлина. Здесь тоже можно, но, скажу вам откровенно, здесь есть определённые сложности, поэтому мы сейчас их изготовим, но я вам расскажу о том, что здесь всё можно сделать таким даббингом. Берёте более-менее тёмный, светлый на грудку, то есть, как вам будет удобно. Вот, если вы сможете вот здесь заметить, у меня одна мушка изготовлена с даббингом, а вторая изготовлена уже с пером павлина. Поэтому здесь я беру два пёрышка павлина, крашеного, некрашеного, это не важно. Как всегда, беру вот так и тяну за кончики, потому что они обязательно оторвутся. Почему не обрезаю? Потому что перо обычно рвётся там, где ему нужно, а не там, где его обрезают. Накидной петлёй подхватил ещё раз. Теперь следите за тем, чтобы у нас не было здесь скученности материала. Желательно, чтобы мы сразу определились, где у нас будет находиться грудка. Вот я её буду делать приблизительно на вот так этом расстоянии. Здесь буквально пару миллиметров. Два с половиной, может быть, немножко больше. Перо, которое мы закрепили, промотаем по всему цепью. нить, цевью. Нить я возвращаю в точку, где у нас находится наше перо и где будем мотать. И делаю вот такое вот армирование. Это убережёт нашу мушку от разрушения. Беру перо, обматываю вокруг нитки. Сделали. И теперь аккуратно следим за тем, чтобы мы не повредили перо. Промотали назад. И сразу я возвращаюсь там, где мы будем крепить нашу опушечку. Вот мы дошли. Что я делаю? Я отпускаю перо. Больше оно никуда у нас не убежит, так как мы здесь его ещё подхватили, как вы видите, ниткой. Здесь я проматываю пару-тройку раз. Делаю замок обязательно перу, чтобы уже наверняка было закреплено. и обязательно я ещё для более уверенного крепления использую вот такой клей-гель. Как обычно, я в своих фильмах вам показывал неоднократно, повторюсь, я немножечко буквально здесь вот промазываю нитку клеем. Много не нужно, потому что у нас здесь очень деликатное место, где мы должны с вами закрепить теперь перышко куропатки. Теперь переходим к нашим действительно перышкам. Какое можно? Перепёлку, куропатку, если вы найдёте курицу по вот такой величине, чтобы было перо. Вот я со своей крашеной куропатки выдернул немножечко перышек разных, чтобы для себя подобрать то, которое мне по величине нужно. Вот бородок пера. Остальное я убираю. Если вы найдёте это вот перо черка. Ещё как вы видели у меня неоднократно в моих фильмах я использую перо перепёлки. Сейчас я не подготовил целое. Вот у меня имеется уже здесь обрезок пера, который пойдёт у меня на мои хвостики нимф. Вот такое. То есть всё можно подобрать. Подготовим перо. То есть жалко, конечно, я обычно эту пуховую часть сохраняю, но в данный момент она нам не нужна. Теперь здесь есть одна особенность. Какая кто как делает, я не знаю. Так как вы просили более подробно, я и рассказываю. я беру вот перо, нахожу серединочку, она чётко обозначена, буквально вот так вот с краю подхватываю перодержателем, увлажняю пальцы и увожу, как вы видите, вот все бородки я увёл назад. Вот у меня получилась такая конструкция. Теперь вот я отрезаю, буквально оставляя там пару миллиметров. вот такой кончик. Теперь самая такая особенность закрепить, чтобы у нас наше перо никуда не убежало. Я его подвожу под углом снизу сбоку и проматываю теперь вот все, что мы с вами как раз этого миллиметра вполне достаточно для того, чтобы мы сделали. Всё отлично. Теперь так как перышко короткое обязательно понадобится перодержатель. У меня вот с такой своеобразной железочкой, которая является и грузом, когда мне нужно и для нитки, и для даббинга. И в данный момент мне не будут позволять перекручиваться моему перу. Сняли, подняли вверх, опять увлажнили и теперь удерживая все бородки, чтобы они у нас никуда не делись. Мокрая это не страшно, она высохнет, потом будет симпатичная и красивая. Сколько нужно сделать оборотов? Значит, это вопрос сугубо личный, учитывая то, что у меня перо такое, ну, не сильно, будем говорить, жирное, по лохматости, то мне здесь полтора, два оборота будет вполне достаточно. Я перекидываю вот так, как вы видите, нить под весом два-три раза, под весом своим бобинодеркатушки, бобинодержатели, нить, моя перо удерживается. Теперь аккуратно, кто как делает, кто подворачивает, я, например, специально до колечка оставил вот этот полмиллиметра и аккуратно у меня ножницы специально под эти дела заточены, я ее отрезаю. У меня не возникает ни бугорков, ничего. Теперь опять увлажняю пальцы, все это увожу назад и от самого колечка я теперь начинаю формировать головку. Много здесь мотать не нужно, потому что это у нас отчасти сухая мушка. Сухая мокрая, будем говорить так, потому что при попадании в воду она пока перо к варопатке не намокнет, достаточно хорошо плавает. Потом начинает медленно тонуть. Если 2-3 потяжки сделать, то получается так, что у нас потом эта мушка превращается в хорошую мокрую мушку. Если ее в тандеме с другой мокрой мушкой, достаточно хорошо она работает. 2-3 следим за тем, чтобы не было скучности материала, вернее наши нитки. И аккуратненько следим за тем, чтобы не было захвата пера, затягиваем нашу нить, хорошо перепроверимся, я не отрезаю, а как ножом вот так срезаю. Дальше. очень важно у нас в данный момент, чтобы мы могли сделать следующее дело. Качественно нанести лак. Скажу честно, желательно здесь использовать как можно тоненькую нить, вернее иглу. Очень очень тяжело вот на игле обыкновенной от шприца я даже затачиваю под себя капельку именно той величины, которая на нашей головке. Поэтому есть возможность пользуйтесь инсулиновой. Аккуратно пальчик, чтобы не заступило за перо. Буквально капелька. Не стремитесь как у меня, чтобы головка была вот такая блестящая, потому что это сухая мушка, здесь было достаточно и посадить вот все на клей. Теперь вот у меня вышла такая ситуация, попал лак на колечко. Вы очень часто спрашиваете, что и как быстро справиться вот с этой проблемой. Для этого у меня имеются всевозможные остатки перьев, именно сама ость. Допустим, вот ость было у меня перо петуха, как раз вот это у меня другая ость, я регулярно, если мне необходимо, я потом прочищаю отверстие в колечко, ну и понятное дело лишний лак мы вот так забираем на наше цевьё. всё. Как вы видите, вот такая уже симпатичная готовая наша мушка делается практически, если меньше разговаривать, а быстрее творить, долго приходится ждать, когда она хорошо подсохнет лак, а так практически делается очень-очень-очень быстро. Вот и всё, друзья, благодарю вас за внимание, если есть вопросы, пишите сразу на почту, почта у меня почти всегда указана, поэтому без стеснения пишите, я отвечаю всем. Благодарю за внимание, до скорых встреч.